Легко быть героем, когда сидишь на диване, пялись на монитор и писать душераздирающие патриотические статусы, теша себя тем, что и я внес свою лепту в общее дело. Но одно дело быть по одну сторону монитора, а другое в обратном направлении. И вообще скажу вам, этот самый монитор компьютера является неким источником в кавычках героизма. Вы готовы разить врага, сломить ему голову, одним словом, чувствовать себя Рэмбо. А по ту сторону монитора, то бишь в реальной жизни, все обстоит немного иначе. Я бы даже сказал совсем иначе. Но судя по всему, бывший депутат парламента Армении Арман Абавян этого не понимает. Иначе он не опубликовал бы нелепую запись на своей странице в Facebook. Он обратился к сформировавшимся умонастроениям общества, которые породили дух проженчества и привели к трагическому исходу войны. Как передают армянские СМИ, Арман Абавян считает причинами такого исхода не только подписанное 9 ноября заявление или оценки конструктивности Алиева, но также то, что часть армянского общества так и не поняла ценность Трацаха, подалась манипуляционным уловкам. Мы проиграли, когда некоторые якобы армяне облегченно вздохнули. Вроде все, избавились от Трацаха, и сейчас сольемся в миролюбивом экстазе с кочевыми племенами варваров. Мы проиграли, когда родители военнослужащих требовали вернуть своих сыновей из Трацаха в Армению. Мы проиграли, когда некоторые якобы солдаты на площади, потерпевшие поражение страны, с энтузиазмом выражали благодарность Верховному за капитуляцию. Поскольку тем самым он спас их жизни. Таких якобы солдат было немного, но важно само явление, а не количество радующихся. Мы проиграли, когда подонок без корней и армяне с армянскими фамилиями начали поносить Трацахцев и называть древний армянский город Шуши азербайджанским. Мы проиграли, когда 9 ноября сидели дома и давали лишь ценные советы тем людям, которые пытались как-то бороться. Мы проиграли, когда не сошли с ума от вида пакетов с телами наших братьев, брошенных на полу в морги. Наше поражение не закончилось, наш позор не сяк. Сегодня под предлогом делимитации и демаркации готовится поэтапное расчленение Армении. Самое плохое в том, что вы знаете это лучше меня, но закрывая глаза отказываетесь понять, что мы быстро теряем последнее пристанище армян, нашу родину. Написал Арман Абавян. Абавяну особо печалиться не стоит. Таких диванных героев в Армении в ходе войны было немало. Их и сегодня немало. Просто они поудобнее улеглись на диване и желают новой войны. А что касается того, что армяне проиграли в ходе 44-дневной войны, то следует осознать один нюанс. Хай проиграли еще в 1988 году. Надеюсь, вам понравилось этот ролик. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.